Заехали на платное озеро, здесь разводят форель, здесь же ее можно половить. Это уже не Австрия, это уже Германия. Рыбачить мы не можем, потому что здесь по немецким правилам нужно быть обязательно членом общества, точнее сказать иметь рыболовное удостоверение. По крайней мере пообщаться с людьми, с рыбаками мне интересно, потому что Германия считается одной из самых развитых стран в части народничего и рыболовного хозяйства. Сейчас попробуем с кем-нибудь поговорить. Тут немецкие рыбаки рыбачат, там он даже с собакой, а то тут с детками. Здравствуйте, с вас с почином. Форелька ловится? Форелька, разная форелька. Только сегодня плохо клюет. Вы из Германии? Живу я здесь в Мюнхене, здесь 40-50 километров до сюда проехать, чтобы половить рыбку можно. Отлично, я из Казахстана, если не возражаете, один у меня есть вопрос, касающийся рыбалки в Германии, организации рыбалки в Германии. У нас говорят так, легче купить, чем поймать и поехать и половить рыбу. Это как? Ну как? Ты сначала должен заключить курсы, которые тебе обойдутся в 200-400 евро, в зависимости от того, где ты учишься. А где можно учиться? Здесь есть специальные курсы, люди собирают, учат 8 дней, 7-8 дней, целыми днями. Заставляют, учат, как убивать рыбу, как её кровь спускать. Да, извините, я вот вас перебил. Вот это вот я увижу, что-то красненькая штучка. Это что такое? Это специально. Рыба, перед тем, как должна быть, когда поймал, должен рыбу оглушить, потом спустить ей кровь. Это в смысле обязательное правило в Германии? Спустить кровь не совсем обязательно, но глушить рыбу обязательно, потому что если не будешь глушить рыбу, тебе могут привезти статью за то, что ты издеваешься над животными. Вот это да, вот это Германия. Понятно. И вот после того, как ты отучился, получаешь какой-то рыболовный билет, да? Да, рыболовный билет опять зависит от того, насколько ты хочешь. На пожизненно, на 5 лет, на 10 лет. Я, допустим, взял себе пожизненно. Это стоило опять 130 евро. Ага. А если на 5 лет? На 5 лет, там зависимость от 30-40 евро стоит. Ну, без этого билеты рыбачить даже на этом озере? Это же платное озеро, получается, тут заплатил и платишь. Не волнуйся. Закон есть закон. Обязательно. У тебя должно быть, они должны быть уверены, что правильно обходишься с животными. Вот так. Понятно, интересно. Зеленые. А еще вот вопрос. Вот я слышал о том, что охотники, ну и рыбаки, наверное, здесь в Германии, если они в обществе состоят, но в общественной организации, рыболовные или охотничьи, у них обязательные отработки, как, типа, труда дни. Что вы можете про это нам рассказать? Это нормальное состояние, когда ты, допустим, берешь кусок озера, ты берешь деньги за это. За это озеро. И ты должен там озеро приготовить, траву убрать, скосить, площадочки сделать, отсыпать. Все. Это делается членами этого общества. В принципе, это 3, 5 или 6 дней в году они собираются. А от чего зависит? А зависит от настроения этого общества. Шеф говорит, мы собираемся, смотрят, погода хорошая, все. Нет, количество дней, я имею в виду. От чего зависит? Да, это зависит от участка, от желания, от общества. Да, то есть само общество определяет, сколько дней. Да, сколько дней определяется. Ну, минимум, я слышал, 3-4 дня. Они собираются, работают до двух где-то, потом у них всегда гулянка идет. А, ну, правильно. Ну, нормальное состояние, да. Понятно. Так что это... Спасибо. А еще вопрос. А вот если не хочешь работать, ну, или занятой ты человек, тогда как? Платишь деньгами. Это как? Ну, как. Они устанавливают день работы 50 евро. Вот все. Не хочешь работать, плати деньги. Понятно. Спасибо. Вас как, кстати, зовут? Александр. Да, очень приятно. Покажи мне.